Всем привет! Меня зовут Ирина. Добро пожаловать на мой канал о йоге. И сегодня у нас с вами будет экспресс-практика йоги, которая займет буквально 10 минут, но при этом практика будет очень эффективная, очень плотная, которая поможет сохранить ваш позвоночник здоровым и избавить вашу спину от боли. Мы начинаем из любимого положения кошки. Опираемся на ладони и колени, расправляем широко пальцы рук и толкаемся руками от опоры, так чтобы не провисать в плечах. На вдохе прогибаемся, уводя взгляд вверх в потолок. И на выдохе выталкиваемся руками, округляем спину. Вдох, прогиб. Чувствуем движение каждого позвонка. Выдох, наклон. Чувствуем, как расширяется пространство между лопатками. И продолжаем с дыханием. Подстраиваем движение под свою длину дыхания. Дышим спокойно, ровно. Остаемся в нейтральном положении позвоночника. На вдохе поднимаем правую руку вверх в потолок, толкаем правую лопатку больше назад, выдох, правая рука в пол. Вдох, левая рука вверх, скрутка, толкаем левую лопатку назад, выдох, левая ладонь в пол. И продолжаем так же с дыханием. Спокойный вдох, выдох, вдох и выдох. Никуда не спешим. Обязательно прислушиваемся к своим ощущениям. Если какое-то из движений вызывает боль или сильный дискомфорт, пропускаем его и возвращаемся тогда, когда спина будет готова. Вдох и выдох отлично. Остаемся в упоре на ладони, отшагиваем стопами назад на носки, фиксируем планку, выталкиваемся руками, подтягиваем мышцы живота, пупок и позвоночнику, макушкой тянемся вперед, пятками назад, не проваливаемся в лопатках, выталкиваемся хорошо руками, собираем мышцы живота и дышим здесь спокойно. Чувствуем хорошую работу мышц пресса. Не задерживаем дыхание, не напрягаем мышцы лица. Опускаем в пол колени, аккуратно, мягко ложимся на живот, ладони под плечами, пальцы смотрят друг на друга. Мы вытягиваем себя, вытягиваем мышцы живота, мышцы поясницы, как будто достаем позвоночник из таза, удлиняемся, делаем вдох и на выдохе длинный живот, длинную спину укладываем в пол. Разворачиваем ладони пальцами вперед, проверяем, что плечи опущены от ушей, шея длинная и со вдохом поднимаем грудную клетку и ноги вверх, ладони пока под плечами, дышим здесь. Шалабхасана, чувствуем включение мышц спины, ягодиц, бедер. Не зажимаем шею, макушка продолжает тянуться вперед по линии позвоночника. И вытягиваем руки вперед, параллельно друг к другу, стараемся поднять их повыше, так, чтобы задействовать еще больше мышцы спины. Если чувствуете, что пока не готовы к усложнению, остаемся здесь с ладонями под плечами. Дышим здесь, стараемся дышать глубоко. Поднимать руки повыше. Делаем вдох, с выдохом опускаем ладони под плечи, отталкиваемся руками, уводим таз на пятки, опускаем лоб на коврик. Шашанкасана, расслабляем спину здесь, дышим, восстанавливаемся, выпускаем из себя все напряжение. Чувствуем, как удлиняются мышцы поясницы, как тяжелый таз мягко стекает к стопам. Тяжелая грудная клетка мягко течет к полу, и между ними растекается мягкая, расслабленная поясница. Приподнимаемся вверх, остаемся в опоре на предплечьях, отшагиваем назад, планка на предплечьях, ставим левое предплечье параллельно короткому краю коврика, опускаем пятки влево, поднимаем правую руку вверх, боковая планка на левом предплечье. Наша главная задача почувствовать здесь работу левого нижнего бока, толкнуться рукой, вытолкнуть таз вверх. Если такое положение пока недоступно, опускаем левую голень в пол, но стараемся сильно вес в ногу не давать, так чтобы все равно основная работа шла от плеча, от живота. Дышим здесь. Вдох и с выдохом правое предплечье в пол, меняем сторону, пятки идут вправо, левую руку поднимаем вверх, толкаемся плечо над локтем, толкаемся предплечьем от пола, поднимаем таз повыше, тянемся левой рукой в потолок, дышим здесь. Чувствуем хорошее сжатие правого нижнего бока, округление верхнего левого. Расслабляем мышцы лица. Отлично, с выдохом опускаем левое предплечье в пол, опускаем колени, ставим ладони под плечами, ставим стопы на носки, делаем вдох, и на выдохе, не выпрямляя ноги в коленях, толкаем таз вверх, собакам мордой вниз, согнутыми в коленях ногами. Толкаемся руками, заводим вес больше в стопы, седалищными костями толкаемся вверх в потолок, стараемся прижать низ живота к бедрам, полностью расслабляем шею, можно покачать головой, проверить, что голова расслабленно висит, вращаем плечи и лопатки наружу, и выталкиваемся руками, удлиняя подмышки. Чувствуем работу мышц сгибателей бедра, мы подвздошные кости стремимся опустить ниже к бедрам, вытолкнуть седалищный и вытянуть позвоночник здесь, в собаке мордой вниз. Не стремимся выпрямлять ноги в коленях, не стремимся опустить пятки на пол, сейчас у нас другая задача, дышим спокойно, проверяем, что большие пальцы и указательные прижат их к полу, и подшагиваем стопами ближе к рукам, собираем стопы вместе, большие пальцы касаются друг друга, ноги остаются согнуты в коленях и на вдохе корпус с руками поднимаем вверх утка тасана. Фиксируем здесь, опускаем плечи ниже, давим коленями друг на друга, дышим, стараемся держать плечи параллельно ушам, руки сильно вниз не опускать. Делаем вдох и с выдохом кладем живот на бедра, ноги согнуты, захватываем себя за пятки либо за голени и расслабляем здесь спину, шею, поднимая таз выше, но настолько, насколько позволяет нам контакт живота и бедер. Мы не разрываем этот контакт, живот плотно-плотно прижат к бедрам и стараемся подтолкнуть седалищные кости вверх, удлинить спину, расслабить полностью шею, голова также свободно свисает вниз и дышим глубоко здесь. Потихоньку мы будем стараться выпрямлять ноги в коленях, но настолько, насколько позволит нам плотный контакт живота и бедра. Вес чуть больше в передней части стоп, плечи выводим от ушей, шея свободная, расслабленная, дыхание ровное, спокойное. Отлично. Ставим ладони перед стопами, опускаемся снова на колени, перекрещиваем голени, опускаем таз на коврик, оставляем ноги чуть подсогнутыми, подхватываем себя под бедра, прижимаем живот к бедрам и отрываем стопы от пола, поднимая голени до параллели с полом. Мышцами спины толкаем вперед живот, не провисаем в пояснице, выталкиваемся и отпускаем руки параллельно полу, держим. Если чувствуем, что поясница округлилась, мы свалились на копчик, снова руками себя подтягиваем, выравниваем спину, макушкой тянемся вверх, руками тянемся вперед, держим. Хорошая работа квадрицепсов, хорошая работа подвздошно-поясничной мышцы, чувствуем мышцы здесь, сгибатели бедер, мышцы спины. И с выдохом опускаем стопы в пол на ширину таза, ладони за тазом пальцами вперед, пальцы широко расправляем, и со вдохом толкаем руками и стопами пол, поднимаем таз выше, фиксируем. Стараемся вытянуть корпус параллельно полу, не бросаем голову, шея остается длинная, можно смотреть либо вверх, либо вперед. Хорошо давим ладонями, стопами в пол, чувствуем включение мышц ягодиц, бедер, мышц спины, и дышим здесь. Делаем вдох и с выдохом опускаем таз между ладоней в пол, достаем ягодицы из-под седалищных костей, оставляем подсогнуты ноги, на вдохе вытягиваемся руками в потолок, тянемся макушкой, позвоночником за руками, и на выдохе укладываем живот на бедра, захватываем себя либо за стопы, либо за голени, либо опускаем руки в пол. Любой удобный вариант, главное, мы стараемся прижать низ живота к бедрам, и насколько позволяет снова контакт, мы выпрямляем ноги в коленях так, чтобы не разорвать, не увести живот от бедер. Плечи вниз, все время на каждом вдохе макушкой стремимся вытягиваться позвоночником и из таза, а на каждом выдохе опуститься чуть ниже, почувствовать, как расслабляем длинную спину, расслабляем мышцы спины, удлиняем здесь цикл дыхания, длинные вдохи, еще длиннее стараемся делать выдохи, любое лишнее напряжение из тела отпускаем, пусть чему-то насану дышим. Отлично, со вдохом поднимаем корпус вверх, ставим ладони за тазом, толкаемся руками так, чтобы держать спину прямой, ставим стопы на края коврика, шире, чем ширина таза, делаем вдох и на выдохе опускаем колени вправо, со вдохом возвращаем в центр, выдох колени влево, со вдохом в центр. Мягкие скрутки, довытягиваем поясницу, не округляем ее, не проваливаем спину назад, все время руки помогают держать прямую спину. Отлично, и смещаемся чуть больше тазом в начало коврика, аккуратно поддерживая себя руками под бедра с круглой спиной, ложимся позвонок за позвонком спиной на коврик. Выпрямляем правую ногу вперед, левую стопу ставим на правое бедро, смещаем таз левее, левую руку вытягиваем в сторону, правую кладем на левое колено. Мы делаем вдох, и на выдохе мягко опускаем колено вправо, а голову поворачиваем влево. Скручивание в статике, здесь у нас есть время, мы можем с каждым выдохом заходить чуть глубже и глубже в скрутку, не заходя туда, где чувствуется какая-либо боль или сильный дискомфорт. Ориентируемся только на состояние, которое есть на данный момент, не занимаемся в стадии острой боли. Раскручиваемся снова в центр, меняем сторону, левую ногу выпрямляем, правой стопой встаем на левое бедро, смещаем таз чуть больше вправо, вытягиваем правую руку в сторону, ладонь смотрит в пол, ладонь на линии с плечом. Делаем вдох, и на выдохе мягко колено опускаем влево, голову поворачиваем вправо, не резко, никуда не спешим, всегда работаем вместе с дыханием настолько, насколько нас пускает тело. С каждым новым выдохом мы чувствуем, как колено становится тяжелее, при этом стараемся не отрывать плечо и правую лопатку от пола. И с каждым новым выдохом тело как будто само втекает в эту скрутку. Вдохом возвращаемся в центр, подтягиваем оба бедра к животу и осторожно с перекатом садимся на таз. Мы закончили наш быстрый комплекс, но комплекс довольно эффективный. Если делать его каждый день, через какое-то время вы действительно забудете, что такое боль в спине. Я благодарю вас за внимание, за то, что вы выбрали мое видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok